Я вижу здесь аудитория достаточно подготовленная, поэтому я думаю, что вам будет все понятно. Но если что-то непонятно, вы можете по ходу презентации сразу поднимать руку, спрашивать, и я буду сразу отвечать. Итак, мы с вами привыкли, что когда мы заболеем, мы обращаемся к врачу, нас вылечат, и все, мы о болезни забываем. Но, к сожалению, есть большая часть болезней, которые называются наследственные, которые являются проблемой на всю оставшуюся жизнь. И с этим приходится человеку рождаться и жить до самой смерти. Иногда эта смерть наступает очень рано. Здесь на этой схеме представлены разные классификации различных наследственных заболеваний. Основные здесь следует отметить. Это то, что заболевания могут носить генную природу, либо хромосомную природу. Здесь на этом слайде также представлена цитата Сергея Петровича Боткина, который говорит, что главной задачей медицины является предупреждение болезни, лечение болезни и, наконец, облегчение страдания больного. И вот мы как раз попытаемся сейчас разобраться, что мы на сегодняшний день можем, как мы можем ли предупредить развитие наследственных заболеваний, как мы их можем лечить и, собственно, в какой арсенал технологий мы имеем на сегодняшний день. Итак, напоминаю, я так думаю, что вы это все знаете, о том, что наследственность у нас заложена в генах, в молекуле ДНК, но главный продукт, который производит ДНК, это белки. Собственно, белковые молекулы и определяют все процессы, происходящие в клетках и, соответственно, на уровне нашего организма. На сегодняшний день известно, то есть установлено, приблизительно 6,5 тысяч наследственных синдромов. Ну вот перед этим я видел слайд, на котором вам показывали 20 тысяч генов. Так вот, получается, что заболеваний на самом деле немножко меньше. Но это не означает, что, собственно, это связано с особенностями генов. Дело в том, что просто некоторые заболевания являются летальными, и дети просто не появляются. Поэтому количество этих наследственных заболеваний, в общем-то, немножко меньше. Это метаболическая карта человека, на которой представлены разнообразные точки. Это, собственно, промежуточные продукты. Линия – это та биохимическая реакция, которая происходит. И эта биохимическая реакция, соответственно, осуществляется каким-либо белком. И вот представьте, что у вас – это ваш организм, где все взаимосвязано. И если вы прервете какую-то одну цепь, у вас может нарушиться система достаточно многих метаболических реакций. Поэтому наследственные заболевания очень часто характеризуются не отдельным каким-то маленьким изменением, А вроде бы небольшое изменение одного гена может нарушать всю систему в целом. И в результате приводить к очень серьезным последствиям. Я приведу несколько примеров таких заболеваний. Сначала генных, потом хромосомных. Фенилкетонурия. Фенилкетонурия связана с тем, что аминокислота фенилаланин, мы ее можем сами синтезировать, можем получать даже в большем количестве из пищи. Но для того, чтобы дальнейший путь фенилаланина, часть идет на постройку нашего белка, но очень большое количество фенилаланина должно выводиться из организма. Он не выводится напрямую, он выводится путем метаболической реакции превращения в тирозин. Соответственно, фермент, который превращает фенилаланин в тирозин, фенилаланин гидроксилаза, если происходит мутация в этом гене, соответственно, у нас накапливается фенилаланин. Фенилаланин, когда накапливается, он начинает откладываться в виде промежуточных окисленных продуктов в клетках, чем нарушает метаболизм клетки и в первую очередь влияет на развитие нервной системы. В итоге развивается умственная отсталость на фоне, соответственно, фенилкетонурии. Как можно лечить это заболевание, если мы установили, что фенилаланин начинает поступать в наш организм вместе с питанием? Естественно, что мы можем ограничить количество фенилаланина. И чем раньше мы это сделаем, тем более вероятно у нас будет нормальный фенотип. То есть чем позже мы это сделаем, тем более будет повреждена нервная система и в целом организм. Поэтому тестирование и определение на ранних этапах появления этой болезни очень важно. Что, собственно, и делается еще в роддомах. Затем можно использовать диету, которая, ну, естественно, исключить продукты, которые имеют большое содержание фенилаланина. Это в основном, конечно, белковые продукты. И оставить продукты с низким содержанием фенилаланина. Плюс разнообразное искусственное питание, которое имеет небольшое количество фенилаланина. Но, если мы представляем себе, что фенилкетонурия у нас однотипная, один фермент, на самом деле это не так. Есть классическая фенилкетонурия, есть неклассическая форма. Так вот, неклассическая форма связана с другим ферментом, который участвует в метаболизме кофактора BH4. И, соответственно, если происходит нарушение этого кофактора, эта реакция также не проходит. Лечить данное заболевание можно уже просто тем, что мы добавляем данный кофактор в виде лекарства, и реакция совершенно спокойно проходит. То есть у нас, получается, два типа мутаций приводят к одному и тому же заболеванию. Естественно, задача генетиков не просто идентифицировать, какое у нас заболевание, но и идентифицировать тот ген, который при этом будет нарушен. Аналогичная ситуация с галактозимией. Галактозимия – это заболевание, которое связано с тем, что у нас в организме не перерабатывается галактоза. Я думаю, вы все знаете, что лактоза – это дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. Соответственно, в нашем организме происходит разложение лактозы на глюкозу и галактозу. Глюкоза идет сразу на путь метаболизма, а галактоза напрямую не метаболизируется. Она должна сначала превратиться в глюкозу. То есть галактоза превращается в глюкозу благодаря ферменту галактоза-1-фосфат-уридилтрансфераза. Если будет происходить нарушение этого фермента, галактоза будет накапливаться в организме. Далее вызывает повреждение печени, почек. Соответственно, ребенок перестает есть, у него развивается катаракта и в течение года возможна смерть. Как избежать? Опять же, это наиболее легкий случай, когда мы можем просто лишить ребенка галактозы, то есть давать молоко, в котором не присутствует галактоза, и таким образом не вызывать это заболевание. Но еще раз обращаю ваше внимание, что есть классическая галактоземия, а есть неклассическая галактоземия. И здесь принимают участие два фермента. В одном случае тот фермент, о котором я сказал, а тут еще возможен фермент галактокиназа, который фосфорилирует галактозу. Задача генетиков, опять же, определить, какой конкретно ген в данном случае был выключен. Еще одно заболевание – мукополисахаридозы. Это группа заболеваний. Мукополисахариды – сложные углеводы, которые присутствуют у нас в кричах и участвуют в разнообразных процессах. Один из таких синдромов, вызываемый нарушением метаболизма мукополисахаридов, – это синдром Гурдлера. Как вы видите, люди с таким заболеванием очень сильно изменены, отличаются от нормы и, в принципе, живут от 10 до 40 лет в зависимости от типа мукополисахаридоза. И вот тут как раз на этой схеме я представил вам несколько типов мукополисахаридозов, которые вызываются мутациями в разных генах. И от того, какая мутация, соответственно, будет последствия в дальнейшем для организма. Итак, мы имеем генные заболевания, которые могут вызываться разнообразными мутациями. И задача генетика была бы определить, какая именно мутация происходит, потому что от этого может зависеть в дальнейшем лечение этого больного. Для того, чтобы выявить конкретно, какой ген нарушен, на сегодняшний день генетика имеет технологии, позволяющие устанавливать гетерозиготное носительство. И если вы установили гетерозиготное носительство, то есть большая часть заболевания носит рецессивный характер, не проявляется в фенотипе. Человек нормальный, но при скрещивании двух гетерозигот одна четвертая часть детей будет, естественно, больна. Таким образом, мы могли бы, во-первых, установить вероятность того, что человек является гетерозиготой. И таким образом предотвратить возможность такого брака. Здесь, конечно, мы запретить это не можем, но хотя бы можем предупредить родителей о том, что у них возможно. И если они будут более внимательно относиться к рождению ребенка, то можно будет и предотвратить рождение больного. Далее. Хромосомные синдромы. Хромосомные синдромы не находятся в рецессивном состоянии, и они обычно возникают ДНОВА. То есть во время образования гомет у нас происходит неправильное расхождение хромосом, и в результате рождается ребенок с измененным числом хромосом или с нарушением структуры хромосом. Это может зависеть от возраста матери. И вот здесь показана как раз вероятность рождения детей с синдромом Дауна. И видно, что после 40 лет это уже даже больше, чем один ребенок на 100 рождений. Естественно, что для того, чтобы предотвратить возможность появления таких больных, необходимо тестирование как раз, чтобы то, о чем я до этого сказал, предупредить их появление. И это возможно. Как я чуть позже скажу. Далее. Синдром кошачьего крика. Он не связан с нарушением числа хромосом, но связан с ДИЛЕЦЕЙ на 5-й хромосоме. Это глубокая умственная отсталость. И данный синдром назван кошачьего крика, потому что младенцы, когда плачут, их плач напоминает мяуканье кошки. Ну, естественно, смерть тоже наступает в течение 10 лет. Далее. Ну, этот синдром менее такой тяжелый. Синдром Вольфа-Хиршкорна. Тем не менее, небольшая умственная отсталость развивается. Нарушение сердечной деятельности. И в целом там нарушен метаболизм, связанный с митохондриями. Больные с синдромом Вольфа-Хиршкорна имеют специфический внешний облик. Лицо, которое, возможно, как раз использовали в фильме «Аватар» для создания инопланетных существ. Итак, значит, если мы имеем дело с наследственными заболеваниями, мы должны, во-первых, определить, где находится этот ген. Перед этим вам сказали, что генов у нас 1%. И если взять геном, у нас скорее отдельные гены разбросаны по большому количеству мусорной ДНК. Мы должны эти гены найти где-то и, в общем-то, выяснить, мутантные они или не мутантные. То есть вот какая задача стоит перед генетиками, которые хотят помочь медицине. Очень важное подспорье этому было как раз проект «Геном человека», в результате которого был секвенирован полностью геном человека. Это осуществляется следующим образом. То есть выделяется ДНК, потом она режется на куски. Эти куски переводятся в бактерии для того, чтобы их можно было увеличить в количестве. Нарабатывается их количество, а потом эти куски секвенируются отдельно. Протяженность секвенирования, то есть нельзя загнать, допустим, хромосому с одной стороны, она как по конвейеру проходит, а с другой стороны мы получаем последовательность. Нет, это невозможно сделать. Мы получаем всего лишь последовательности благодаря секвенированию порядка около 100-200 нуклеотидов. Поэтому для того, чтобы потом собрать весь геном, эти последовательности 100-200 нуклеотидов выравниваются, естественно, компьютером. То есть человеческий мозг не в состоянии осуществить объединение этих последовательностей. И после того, как компьютер все это объединил, у нас происходит определение полной последовательности той или иной хромосомы, но и всего генома в целом. Проект геном человека, напомню, был инициирован в Америке и начался в 1990 году и завершился приблизительно в 2000 году. На протяжении работы с человеческим геномом были секвенированы геномы других организмов. Это геномы дрожжей, сахаромицисцеревизия, эшерихия коли, кишечная палочка, цинорабдитис элеганс, нематода и, соответственно, муха дрозофила. На сегодняшний день геномы многих организмов уже секвенированы и это позволяет нам проводить сравнения. То есть геномы других организмов можно сравнивать с человеческим, находить аналогичный ген, а потом то, чего мы не можем сделать на человеке. На животном мы можем выключить любой ген, который мы хотим. То есть вот у нас есть животное, мы нокаутируем его ген, он выключается, мы смотрим, что произошло с животным. Последствия нокаутирования этого гена мы переносим на человека. Далее. Благодаря определению последовательности мы можем построить генетические зонды, которые могут связываться с определенным местом на хромосоме. Естественно, это место определяется той последовательностью нуклеотидов, которая у нас была задумана. То есть мы делаем искусственную последовательность определенную, и эту последовательность метим, ну, раньше использовали радиоактивные метки, сейчас используют флоресцентные метки. Это более безопасно, хотя менее долговечно, то есть она быстрее теряется. Но можно успеть все сфотографировать и дальше делать выводы. Так вот, этот генетический зонд с меткой, он присоединяется к определенной последовательности на хромосоме, и благодаря этому мы можем установить точное расположение генов на хромосоме. Вот здесь, на этой фотографии, представлена метка для определенного типа хромосомы. Соответственно, у нас диплоидный набор. Вот в центромерном районе две метки показывают, что это две гомологичные хромосомы, а вот эта метка показывает наличие определенной последовательности, которой нет на этой. В данном случае, скорее всего, произошла делеция этого участка, и таким образом, с помощью этих флоресцентных красителей, мы можем определить, какая микроделеция, нарушение какого-либо гена, и даже конкретного участка. Это мы можем установить моментально на цитогенетическом препарате. Цитогенетические препараты, которые использовались стандартным окрашиванием, они выглядят таким образом. Фотографируется кариотип, затем хромосомы распределяются, находятся гомологичные пары, и далее сравнивается последовательность полос на этих хромосомах, и делается вывод о том, что что-то потерялось или увеличилось число хромосом. Когда используются флоресцентные метки, вот нормальный кариотип, это две хромосомы, сразу зеленая метка – это для 13-й хромосомы, красная – для 21-й. Видим три красных точки, это означает, что три хромосомы – это значит синдром Дауна. Таким образом, мы можем быстро, скорее всего, даже меньше, чем 24 часа, мы можем выявить наличие отклонений в числе хромосом. С помощью таких методов мы можем определять расположение мобильных элементов на хромосоме, мы можем определять, красить целую хромосому, мы можем покрасить отдельное плечо хромосомы или конкретно какой-то ген. Мы можем даже покрасить разными цветами все хромосомы, но сразу говорю, цвета здесь виртуальные. То есть это присваивает компьютер. Дело в том, что флоресцентных красителей по количеству хромосом у нас нет, и поэтому мы не можем покрасить каждую хромосому своим цветом. Тем более флоресцентные красители светят каждый при своей длине волны. Поэтому компьютер просто анализирует всю длину волны, определяет совокупность нескольких флоресцентных красителей и присваивает какой-то определенный цвет. Таким образом, мы моментально можем на этом препарате видеть, сколько у нас хромосом, какая их структура, и более того, вот это интерфазное ядро. Мы благодаря этому методу можем даже сказать, где располагаются хромосомы в интерфазном ядре, как формируется их пространственная структура. Это то, что касается цитогенетики. А можно, в общем-то, даже без цитогенетики определять наличие или отсутствие какого-то конкретного гена. Мы используем зонд, где у нас есть известная мутация. То есть, допустим, один нормальный ген, а другой мутантный ген. Мы берем кровь, выделяем ДНК и далее распределяем эту ДНК и связываем с тем или иным зондом. Если происходит связывание с зондом и у нас возникает флоресценция, мы сравниваем два зонда. То есть, один мутантный, один нормальный, допустим. И мы видим, что вот этот человек является, здесь у него нет мутантного аллеля, этот человек является гомозиготой по нормальному гену, этот по мутантному гомозиготой, а этот является гетерозиготой. То есть, на сегодня мы можем, в общем-то, определять по любому гену, какие мутации у нас есть в нашем геноме. Развитие микрочипов позволяет делать очень широкий скрининг по множеству генов. То есть, вот такие микрочипы, связанные с пластиковыми подложками, где молекулы зондов привязаны к конкретному участку. То есть, они не в пробирке, нам не нужно пробирки, мы обрабатываем отдельные зоны, и эти зонды связываются, наша ДНК связывается с определенными зондами и дает сигнал о том, есть у нас мутация или нет. Можно проанализировать очень большую популяцию очень быстро. Так вот, по поводу предупреждения. Как предупредить появление больного? То есть, мы можем установить, являются ли гетерозиготными родители, соответственно, носителями этого гена. А если все-таки ребенок у нас начинает свое развитие, можем ли мы предсказать, что у него есть эта мутация? Да, можем. Это методика амниоцентеза, когда на 16-й неделе беременности забирают амниотическую жидкость. То есть, вот эта иголка, она прокалывает через брюшину. Естественно, все это под УЗИ, чтобы не повредить самого ребенка. В амниотической жидкости присутствуют клетки, которые шелушиваются с тела будущего ребенка. И далее мы переводим их в культуру и можем затем анализировать. Если хотим, можем анализировать его хромосомы. Если хотим, можем анализировать какие-то генетические варианты. Если мы обнаруживаем какое-то заболевание, возможное будущее, ну, здесь мы не можем заставить мать, так скажем, отказаться от своего ребенка. Это дело уже лично каждого человека. Но если мать решает, что лучше не рождать больного ребенка, соответственно, она может сделать аборт. То есть, в общем-то, предупреждение, есть механизмы для предупреждения. Но как лечить? Вот здесь помогли механизмы, которые существуют у бактерий. Ну, в первую очередь, это плазмиды. Плазмиды – это кольцевые ДНК, которые присутствуют у бактерий. Они, в общем-то, являются облигатными. Их можно наработать большое количество. И, соответственно, переносить, выделить из клетки и перенести, допустим, в другую клетку. Далее. У бактерий, опять же, есть ристриктазы. Ферменты, которые режут чужеродную ДНК. Когда ДНК чужая попадает в бактерию, она от нее старается избавиться. В принципе, Криспарк-касс-система, про которую вам говорили, – это система иммунитета бактерий. То есть она также взята от бактерий. Эта система режет ДНК, чужеродную ДНК, скорее всего, вирусов. И вот как раз вот эта чужеродная ДНК режется ферментами-рестриктазами, которые режут ДНК в определенном месте. Причем надрез осуществляется, исходя из последовательности. То есть рестриктаза узнает определенную последовательность на ДНК и режет определенным образом, создавая такой липкий конец. Далее, мы можем сделать следующее. Мы можем взять ген человека, разрезать его той же самой рестриктазой. Естественно, не ген разрезать, а разрезать участок, на котором этот ген присутствует, а рестриктазы находятся по краям этого гена. Естественно, нам нужен целый ген. Затем взять плазмиду, разрезать ее рестриктазой той же самой, и у нас возникают одинаковые липкие концы на гене и на вот этой вот плазмиде. Они соединяются, и далее мы можем перевести эту ДНК в виде плазмиды в бактерию. А далее бактерия будет эту плазмиду реплицировать, а ген, который находится на этой плазмиде, будет производить белковый продукт. На сегодняшний день есть множество производства ферментов, которые создаются уже бактериями. Раньше их выделяли из других организмов, в частности, из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Естественно, тут нужно учитывать, что белки обладают специфичностью, на них может быть какой-то иммунный ответ. А когда мы берем человеческий белок, здесь вероятность меньше. И таким образом бактерии нам дают возможность производить человеческий белок, человеческий инсулин в больших количествах. И мы его можем использовать в дальнейшем для лечения заболевания, если оно связано с отсутствием фермента. Правда, есть определенные сложности. Некоторые ферменты работают непосредственно внутри клетки. То есть нельзя ввести вот так вот просто в кровь, этот белок должен адресно работать. И вот здесь есть определенные, конечно, сложности. То есть не всегда эта система работает. Ну и здесь такой небольшой пример, как можно даже вакцинировать с помощью генетических конструкций. То есть мы вводим ген какого-либо патогена, но, естественно, это ген невредный, в растительные организмы. И затем человек ест эти растительные организмы, поскольку растение производит тот самый антиген, вызывающий иммунный ответ, то, питаясь просто продуктами, мы получаем сразу вакцинацию. Не надо там вкалывать вирусную ДНК. Так вот, как лечить? И вот здесь мы подходим к генной терапии. То есть генная терапия, которая позволяет нам исправлять мутации, находящиеся в нашем организме. Перед этим у вас был слайд, на котором было сказано, что все клетки тела человека мы вылечить не можем. Да, действительно. И это означает, что, в общем-то, наследственное заболевание полностью избавить человека от него мы не можем. То есть мы можем ввести, первое, можем ввести непосредственно те самые плазмиды в тело человека. И эти плазмиды будут производить белок непосредственно в организме человека. Далее, мы можем нацеленно отправлять эти плазмиды в какую-то ткань, и там уже непосредственно будет синтезироваться этот белок. А можно сделать более надежно, потому что плазмиды тоже, они разрушаются в процессе этого переноса, внутри организма они разрушаются. Поэтому делается система экс-вива, когда берется клетки конкретного человека, то здесь, в общем-то, иммунного ответа на свои клетки не должно быть. Далее вводится та самая генетическая конструкция, и эти клетки вводятся обратно в организм человека. То есть эти клетки уже несут тот самый ген, который этому человеку нужен. Допустим, у него есть мутация, поврежденный ген не производит нужный белок. Мы вводим эти клетки, которые производят нужный белок, и, соответственно, этот белок есть в организме. Получается, что нам не нужно производить на бактериях белок, очищать его. Здесь сам организм начинает производить этот белок. Это очень удобно, но, к сожалению, клетки смертные, и через некоторое время активные клетки погибают, и снова приходится повторять эту операцию. Удобнее было бы, да, еще и плазмиды теряются, и удобнее было бы непосредственно ген вводить в саму ДНК, то есть в хромосомную ДНК, но это сложно, потому что плазмиды не обязательно будут встраиваться в ДНК. А вот в природе есть такая система, как вирусы, которые, в общем-то, изначально часть вирусов нацелены на то, чтобы проникать в ядро и вводить свою ДНК. Вирусы активно используются сейчас в генной терапии, то есть берется исходный вирус, удаляются гены, отвечающие за патогенность. Далее этот конструкт собирается вместе с нужным геном, и мы получаем вирусные частицы, которые несут нужный нам ген. Затем этот ген будет встроен непосредственно в клетки нашего тела. Ввиду того, что вирусные векторы являются более эффективными, чем просто плазмидные, вирусные векторы используются активно в генной терапии. Но, к сожалению, это палка о двух концах, потому что в некоторых случаях были ситуации, когда пациент погибал просто от анфилактического шока. А это было связано с тем, что вирусные капсиды тоже обладают иммуногенностью, и в результате могут быть тяжелые последствия. То есть переносимость вирусов не всегда хорошая, и здесь нужно подобрать оптимальный уровень этих вирусных частиц. Но, тем не менее, благодаря этим работам было сделано некоторое количество успешных операций, в результате которых был введен ген. Например, вот это первая успешная операция, когда в 1990 году был введен ген аденозин-дезаминазы, который участвует в иммунном ответе. В иммунном ответе он используется лимфоцитами, и, соответственно, когда этот ген ввели, им удалось спасти ребенка, который, в общем-то, мог погибнуть от любой инфекции. То есть организм был совершенно не защищен от инфекций, и в результате, в общем-то, эта девочка дожила до взрослого состояния, хотя ей приходилось постоянно проделывать вот эти операции введения генов, нужных генов, но с возрастом количество генов, как бы, доза генов снижалась. Ну и подвести итог по поводу генной терапии я хотел бы просто статистикой. Всего на сегодняшний день клинические попытки – это данные, здесь, к сожалению, не видно, но это данные 2017 года, то есть за год еще произошло некоторые изменения. Так вот, как видите, в мире было уже сделано около 2,5 тысяч. Это в большинстве своем, можно сказать, в подавляющем большинстве своем, это все единичные случаи. Единичные случаи, потому что генная терапия – это дорогое удовольствие. Порядка полумиллиона стоит одна генетическая конструкция, и, соответственно, для того, чтобы ее ввести. Таких денег нет у людей для того, чтобы взять и сказать, вылечите меня, я вам плачу деньги. Нет, такого нет. Обычно находят спонсоров, и, соответственно, у каждой операции есть свой спонсор. Количество операций зависит от, естественно, богатства страны, и вот здесь мы можем видеть, что на первом месте, конечно, это Америка. 63% всех случаев генной терапии осуществляется в Америке. Мы занимаем очень скромное место, это всего 10 событий, которые известны. Но этот процесс развивается, находится в развитии, и если мы создаем генетические конструкции, уже, так скажем, апробированные в том или ином случае, то, соответственно, это удешевляет в дальнейшем производство этих генетических конструкций. Дальше уже повторные исследования будут проводиться, ну, так скажем, с меньшими затратами, и, возможно, генетические конструкции у нас станут более распространенными, ну, и, я надеюсь, так скажем, генная терапия плюс диагностирование, тестирование генетических заболеваний, предупреждение генетических заболеваний даст нам возможность излечиться от тех самых наследственных недугов, к которым у нас пока лекарства нет. Ну, вот это и есть лекарство. Все, благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok